Добрый вечер всем! Ну что, у нас сегодня с вами чтение, как вы помните. Мы теперь с вами будем заниматься чтением. Читаем сегодня продолжение моей книги «Зажигалка». Хотела бы сказать, что будем читать вторую главу, но я посмотрела, там какая-то бесконечная глава. Я не знаю, почему я ее так писала. Вот, поэтому будем читать, пока не устанем читать. Вот, и где закончим, там закончим. Знаете, как сказка, когда мама читает там где-то и понимает, что глава не закончилась, а ты уже уснул. Но на следующий день интересно, что было с Чиполлином. Вот, поэтому сегодня продолжаем. Я благодарна всем, кто посмотрел вчерашний эфир, кто был в прямом эфире, кто смотрел запись, кто написал мне. Это, конечно, страшно приятно, когда твоя книга нравится. Оказывается, даже для тех, кто ее уже читал, даже для тех, кто уже, может быть, меня достаточно давно знает. Значит, мы с вами договариваемся действовать по прежней форме. Я читаю, останавливаюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, вы пишете. Потому что, как вы понимаете, я гениальная женщина, но читать и одновременно отвечать на вопросы, смотреть на экран, что там происходит, это достаточно сложно. Поэтому я попрошу вас делать это вот в паузы. Когда я делаю паузу, мы можем об этом поговорить, либо мы говорим об этом в конце. И очень попрошу не отвлекать вопросами не по теме, да, какими-то. Потому что, ну, тоже нужно понять, что я не буду, не могу на эти вопросы отвечать. Там типа, а сколько еще? А что-нибудь еще? Ну, в общем, давайте будем относиться с уважением. Если вы готовы, поставьте, пожалуйста, сердечки, чтобы я увидела. И мы с вами начнем. Или продолжим. Не знаю. Так, то ли эфир тормозит, то ли вы мне сердечки не хотите ставить. Одно из двух. Так, о! Каких-то несколько жалких сердечек. Ну, вы жадины. Ну, вы жадины. Так, здравствуйте. Хорошо. Окей. Итак, продолжаем с вами. Ты изменилась, то и дело слышала я. Вот забавные люди. Если меняется твоя жизнь и твои желания, странно было бы не меняться самому. Сразу хочу сказать, что я никогда не ставила себе задачу выжить, даже в самые непростые времена. Я всегда хотела жить. Я всегда хотела жить. И придавали мне драйв и мотивацию. Я упоминала, что у меня был кредитный автомобиль. Машину купил мне муж на 25 лет. Но поскольку на носу была свадьба, а затем я решилась открыть агентство, мы решили, что ничего страшного, если мы оформим кредит и закроем его в течение полугода. Сумма с учетом дохода мужа не была заоблачной. И ежемесячная выплата в 2000 долларов как обязательная нас тогда вообще не страшила. Но именно в тот момент, когда мы брали в машину, в Украине случился резкий скачок курса с 5 гривен на 8. В результате чего машина обошлась на 10 тысяч долларов дороже. Об этом мы узнали в день оформления кредита. Но это не остановило моего мужа и стало одной из причин, почему я тогда его не бросила. Я знала, что он щедрый и любящий. Просто был не готов вновь опуститься на дно, да еще и когда рядом молодая жена. Вместе со страховкой машина обошлась в 82 тысячи долларов. Мы внесли 12. И когда с финансами произошел хлопок, долг был внушительным. Но оставить свою машину в банку я не могла. Это была моя боль и мой трофей одновременно. И я приняла решение сражаться. Я точно знала, что каждый месяц нам нужно гасить этот кредит. И делала все возможное для этого, а иногда и невозможное. Сережа много раз уговаривал меня бросить ее. И обещал, что когда все наладится, он купит мне другую. Отдавал ключи от своего Мерседеса. Но я была непреклонна. А что если мы разведемся, думала я. Останусь ни с чем? Ну нет, не на ту напали. Я появилась на свадебном рынке заметно. Арендовала офис в одном из самых дорогих центров в Киеве, Арена Класс. Купила много рекламы, обложки журналов. В общем, предприниматель женщина. И, конечно, амплуа богатой дамы засела за мной надолго. И я маскировалась и соответствовала как могла, никому не рассказывая правду. А она была под запретом. И это тоже помогало мне грести и не сдаваться. Как говорится, не могла порадовать злопыхателей. Я начала делать другие свадьбы. И это правда. Собрала дорогую классную команду и объяснила наши задачи. Я всегда умела зажигать других людей и делала это вновь и вновь. Мы работали вместе всегда при любых бюджетах, делая конфетку. Причем старались одинаково хорошо как за большие, так и за маленькие бюджеты. Мне нужно было портфолио и обратить на себя внимание. Обо мне быстро заговорили другие организаторы. Они даже тайно приходили и смотрели, что мы делаем. Естественно, подписывались на мой блог и рассылку. И даже приходили в качестве невест. Я стала белой вороной. И мне это нравилось. Кроме этого, я узнала цену деньгам и превратилась в настоящую акулу. Продать мне рекламу стало настоящей пыткой. Я больше не хотела платить деньги за имидж. И выносила мозг каждому, кто пытался взять с меня деньги. В результате чего еще прослылась стервой и не завела дружбы со свадебными СМИ. Правда, мне было на это плевать. Я хотела заниматься бизнесом, а не играть в псевдо-дружбу. В результате сформировалась новая я и моя не менее новая реальность. И если раньше я боялась перемен, то теперь открылась им и полюбила. Впереди меня ждал переломный год. Очень сложный, но именно он дал настоящий старт моему бизнесу и имени. В конце 2009-го, после отдыха, мы активно генерировали идеи. Нам нужны были деньги и новые источники для привлечения клиентов. Мы только что провели свадьбу в новом отеле Intercontinental и у нас завязались хорошие отношения. На одной из встреч менеджер предложил, мол, а давайте сообразим что-нибудь, нам ведь тоже интересна свадьба. Так родилась закрытая свадебная выставка вип-уровне. Об этом я писала в одной из своих книг, посвященной именно моему опыту организатора. Если вкратце, денег мне эта выставка не принесла. Зато продвинула имя, дала клиента и значительно обогатила опытом. За ней следом пришла вторая. Потом родился проект, именуемый в народе Wish List, который помог мне получить 10 тысяч долларов, тут же инвестированные в выставки. Но так или иначе, мы держались на плаву и зарабатывали имя и опыт. Я была вечно уставшей и напряженной, так же, как и Сергей, который продолжал штудировать интернет и обучаться. Рук и сил не хватало, и в какой-то момент мы вдруг осознали, что вместо того, чтобы Сергею создавать что-то новое, он пытался, но толком ничего не получалось, будет умнее начать работать вместе. Это, кстати, очень интересные два момента здесь. Первый заключается в том, что мы очень часто забываем о том, что репутация является самым ценным, что у нас есть. И когда мы начинаем в какой-то проект ввязываться и все время думаем, сколько я на этом заработаю, то порой важно понимать, что заработать себе репутацию куда важнее, нежели заработать в данном конкретном случае деньги. Поэтому, если вы ввязываетесь в какую-то историю или можете ввязаться, я не знаю, кого-то классного привезти в свой город там, поучаствовать в каком-то мероприятии, но вы понимаете, что, например, блин, вы на этом, может быть, и не заработаете, но если вы получите пиар, имя и репутацию, то поверьте, игра точно стоит свеч. И благодаря этому я тогда именно и прорвалась, потому что я пробовала, я не могла на этом заработать, но все вокруг считали, что, блин, мы мега крутые, раз мы делаем такие мероприятия. И затем к нам приходили клиенты, которые уже платили нам деньги за то, что мы такие крутые. Вот так это интересно работало. Ну и второй, конечно, момент, это момент, когда Сергей принял решение, ну, точнее, мы приняли решение, что мы будем работать вместе. Я страшно этого не хотела, я вообще все время ненавидела его за то, что он лез ко мне в бизнес, как мне казалось, какое-то такое было, ну, типа, ну, в смысле, что мой мужчина будет заниматься свадьбами? Он говорил мне, ну, я же не свадьбами занимаюсь, я же другими вещами занимаюсь. Ну, мне, конечно, меня прямо от этого коребило, потому что мне, конечно, очень хотелось, чтобы он пошел куда-нибудь на нефтяной заводик там, и, ну, вот как-то так, какая-то такая была реальность. Это было ужасно, Это было сложно, и мы ужасно ссорились. Мы не были партнерами. Я считала его помощником, и мы по-прежнему воспринимали, что деньги зарабатываю я. Хотя у Сережи оставались маленькие ручейки от прежних бизнесов, которые в то время буквально остановились. Наши улучшения начались с небольших тренингов по изменению мышления. Их находил Сергей, но поскольку мы всегда были вместе, мы решили пойти и туда. Первый такой поход здорово перевернул наше сознание. Мы посмотрели на все эти ситуации, которые с нами происходили, совсем с другого ракурса, и внезапно стали понимать, почему получили тот результат, который у нас был. Мир в буквальном смысле стал переворачиваться с ног на голову. Мы словно прозрели и не могли понять одного. Почему мы раньше не увидели столь очевидных вещей? Это была потрясающая трансформация. Именно поэтому сегодня мы так много пишем, говорим и даже продаем инфопродукты на тему мышления. Заметьте, как интересно. Рерайтер жизни появился практически через два года после того, когда я выпустила эту книгу, а только сейчас я сделала это основным продуктом. Как интересно. Опишу об этом уже тогда. Ведь именно это имеет ключевое значение в том, как мы воспринимаем жизнь и какие результаты получаем. Это сейчас я смотрю на жизнь с улыбкой и мудростью. Тогда эти качества во мне спали. И все же волшебства не происходило, хотя мозг очищался и начинал генерировать кое-какие идеи. Все постоянно начинают задавать вопрос, слыша о тренингах. Куда конкретно ходили? Какой тренинг проходили? Какую книгу читали? Можно подумать, что это имеет значение. Суть ведь не в этом. Суть в том, что мы понимали, где прячется проблема. Понимали, что есть что-то, что не дает нам двигаться. И кризис тут не на первом месте. Особенно, если сравнить его с сегодняшними реалиями, то и вовсе тогда не было кризиса. А вот если его прям с сегодняшними сравнить, то тогда вообще можно сказать, что ничего не было. Нам необходимо было научиться изменять установки, принять ответственность на себя и перестать быть жертвами. И, кстати, сейчас это тоже необходимо вам сделать, как никогда. Понять те простые вещи, о которых я сейчас пишу в каждом посте. Но все хотят услышать о волшебном тренере и заклинании, которое он произнес. Смотрите чаще наше с Сергеем видео, и вам не понадобится чудесное снадобье. Волшебство начнет происходить само по себе. Мы прошли несколько ступеней тренингов именно по работе над своим сознанием вместе. Заметьте, никто никого не тянул и не принуждал. Сергей находил, и мы шли вместе. Это нас объединяло и помогало лучше друг друга слышать, давая ответы на многое из того, что происходило в нашей жизни. Свадьбы проходили активнее, и я взрывалась в них, вновь жонглируя деньгами из конвертов. Нам было сложно быть бедными. Несмотря на то, что жили мы лучше, чем большинство населения, для нас обоих это было дно, потому что мы всегда стремились и продолжаем стремиться к большему. На тот момент я уже стала весьма заметной, и ко мне все чаще приходили письма с благодарностью за мой блог, восхищениями от моих свадеб, восторга от выставки. На фоне спящего рынка я была почти ураганом, за которым было интересно наблюдать. Все кричали «Кризис! Вот раньше было круто!» А я не знала, как было раньше. Я хотела вернуть свою жизнь, и поэтому рыла, как могла, и безусловно побеждала. Однажды мы лежали на кровати в нашем маленьком домике, а как вы помните, это был центр нашей квартиры, и Сергей вновь показал мне несколько писем, которые пришли на имейл со словами восхищения. На тот момент весь ресурс маркетинга и администрирования, а также сайт он взял на себя и постоянно работал над этим, размещая мои книги, собирая подписную базу и так далее. Я сидела уставшая и не особо на это отреагировала. Сказала что-то вроде того, что лучше бы мне прислали деньги, и я бы купила новое платье. Да-да, за новыми вещами я страшно скучала. «Мне нужен свадебный менеджер», сказала я Сереже. «Впереди сезон, я сама просто не вытяну. У меня уже был опыт найма персонала, и я знала, что в этой теме профи просто нет. Учитывая, что я сама организовала и создала много грамотных и правильных процессов, я хотела видеть в команде людей, которые понимают, что делать. Несколько месяцев назад у меня был опыт, когда я взяла девочку-фанатку совсем за небольшие деньги, два месяца учила ее, а потом она бросила меня на первой свадьбе. Это был очень серьезный стресс, который заставил меня серьезно задуматься на тему того, как же находить ответственных людей. Мне казалось, что выхода нет. Тогда Сергей сказал фразу, которая стала ключевой и изменила все. У нас нет профессионалов. Посмотри, кто занимается свадьбами. Уровень самоотделкин. Продолжила возмущаться я Сергею. Никаких системных знаний, никакой нормальной работы. Все считают, что организовать свадьбу, а тем более провести ее в момент мероприятия, это так, детский лепет. Пока я не выпустила книгу и не начала писать блог, даже объяснить клиентам-то, почему наша работа столько стоит, была настоящей пыткой. Сережа спокойно посмотрел на меня, выдохнул и тихо сказал, начни обучать, как это правильно делать. Смотри, как ты круто все построила. Научи девочек, создай свадебный рынок сама, рассчитая, что его нет. Я посмотрела на него с разочарованием, как на сумасшедшего и добавила, это мой опыт. Я столько сил отдала, чтобы его получить. Он бесценен. Сережа достал ноут и открыл сайт, указывая мне на мужчину средних лет. Смотри, видишь его? Он работал в Америке и сейчас приехал в Россию. Он учит продавать. Знаешь, сколько стоит его тренинг? И что? Кому он нужен? Засмеялась я. Вообще-то, я собираюсь его купить, улыбнулся муж. Потому, почему, если человек круто что-то делает и готов продать этот опыт, не купить его? Ведь это все равно гораздо выгоднее, чем тратить свое время и не только... Как ты теперь знаешь? Я разочарованно отвернулась на другой бок и уснула. Бред. Все это бред. Мне за кредит нечем платить, а ты тут с бредом этим. Рассказать кому-то весь тот опыт, который я так тяжело зарабатывала. Самой себе наплодить конкурентов? Бред. На следующий день я разместила вакансию, потому что мне срочно нужен был менеджер. Свадеб перевалило за 12 штук, и я сама не справлялась. Я вновь начала получать письма от девочек, которые недавно провели свою свадьбу, начитались мои книги и блога, и теперь хотят стать свадебными организаторами. Меня это страшно злило. Да что вы знаете о свадьбах? Девочки! Глупые девочки! Не знаю почему, но я была уверена, что они именно такие. Видимо, на голове стала расти корона. Вечером мы вновь вернулись к разговору, так как подгребали очередные выплаты, а с конвертов я вытащила все, что могла. Ок, сказала я Сереже. А что, если я не буду их учить, как сделать агентство, но научу работать их на площадке? Координировать. Понимаешь, если ты будешь учить их, как работать по сути на тебя, ты дорого это не продашь, сказал Сергей. А может ли такая девочка работать автономно и не предлагать организовать невесте свадьбу полностью, а просто работать с тем, что та выбрала сама и основные усилия прикладывать именно в день свадьбы? Следить за всем, решать проблемы, которых всегда возникает много, раздавать деньги, но при этом иметь возможность продавать свой труд организатору в день свадьбы и невесте напрямую? Наверное, да, ответила я. Я хорошо помнила свою свадьбу и знала, что таких проблем всегда хватает, а людей, которые готовы обращаться в агентство, по-прежнему критически мало. Ну, допустим, думала я, ну нужно же как-то назвать эту профессию, а я решила, что продавать профессию явно лучше, чем работу. Может, свадебный координатор ввела в запрос в гугл? Свадебный координатор. Ноль ответов. Нет таких упоминаний. Ну, супер, значит, так и назову. Дело осталось за малым, сформировать стоимость и найти, кому это продать. Задачка, однако. Будем решать. На одну больше или меньше, какая тебе разница? Первый курс я собрала за неделю. Просто написала о его проведении в блоге и разослала по базе имейлов, которая у меня была на тот момент. Цену поставила 500 долларов за два дня. Меньше душа не позволяла. В результате набрала троих желающих. Спустя две недели после проведения у меня появилось еще несколько заявок. Скажу честно, я не сразу поняла, что происходит. Вести курс мне понравилось, но я чувствовала колоссальную ответственность и готовилась основательно. В тот момент я еще не поняла, что не только создавала профессию, но и закладывала фундамент рынка, причем не только в своей стране. Мне нравилось делиться информацией и приглашать девочек на практику, чтобы показать на деле, что такое свадьба. Спустя какое-то время я отважилась провести тренинг свадебный организатор и рассказать уже о том, что это за бизнес. Я правдиво рассказывала об ошибках и о том, как находить свое место из своих клиентов. Правда, тренинг стоил уже дороже. Первый стартовал за тысячу долларов. Ученики находили меня сами. Стоило мне только разместить об этом информацию. Именно тогда я поняла, насколько пристально за мной следят извне и как много людей купили ту самую книгу и читают мой блог и рассылку. Наконец-то эта работа стала приносить свои плоды. Свадьбы также стали пребывать не только активнее, но и дороже. Вопрос с персоналом больше не стоял. У меня была очередь из желающих работать, при этом из тех, кто заплатил мне деньги за обучение. Я получила уникальную возможность выбирать персонал, который уже могла видеть в работе. Мне платили не только за то, чтобы у меня учиться, но и за то, чтобы работать на моих свадьбах. Со стороны может показаться, что все это было очень легко, но это не так. Мы с мужем работали как проклятые, много ссорились и были очень напряжены. Сергей плавно взял на себя все продвижение, маркетинг, сайт, продажи. Я стала лицом нашей компании, а Сережа моими крепкими руками. Мы выплывали, но очень медленно. Все оставшиеся деньги после оплаты кредита, зарплаты и постепенной выплаты долгов, которые мы успели погрузиться с головой, мы вкладывали в рекламу, по-прежнему лишая себя радости обеспеченной жизни. И это было очень сложно. Колоссальное напряжение от работы и при этом выживание, не более того, это сильно отражалось на наших личных отношениях. В какой-то момент я заговорила о ребенке, мол, мне уже 27 исполнилось. Сережа сказал, у меня трое, я больше не хочу. Тебе нужен другой мужчина, подумай об этом. На тот момент я уже привыкла к его переключениям и не обратила на это внимание. Но спустя несколько месяцев регулярных напоминаний об этом я поняла, что наши отношения вновь висят на волоске. И как только я вынырну из проекта в конце сезона мы останемся с этой проблемой один на один. Я прижала к себе нашего кота и сказала, Тима, я не сдамся или рожу или убью его. Раньше я думала, что это были сложные моменты, трудности. Сейчас я знаю, что это жизнь. И лучшее, что мы можем сделать, это жить играючи. С каждым годом у меня получается это все лучше и лучше. Вернемся в 2010 год. Он подходил к логическому завершению, Сережа продолжал копать идеи, а я держать оборону, зарабатывая деньги с запущенных проектов. Стоит сказать, что на тот момент я то и дело получала возмущенные отголоски со стороны рынка. Мол, зачем ты создаешь конкурентов? А мои ученицы активно атаковали рынок и разносили молву обо мне. На 2011 год мы запускали сразу два больших проекта. Первый, электронный свадебный журнал, это была идея Сергея. Я очень хотела печатный, но Сергей сразу сказал, что это дорого, и плюс ко всему, по его мнению, печатные издания умирают. Все внимание уходит в интернет. Мы стали придумывать, как круто его сделать, и знаете, он получился очень кайфовым. Мы потратились на дизайн и спецэффекты, но рынок тогда просто не хотел вкладывать деньги в рекламу, по-прежнему, ожидая, что вернется 2008-й, и люди будут платить огромные гонорары всем и без разбора. Рынок не хотел платить именно нам. Жаба душила народ не на шутку. Данный проект не принес нам денег напрямую, но благодаря ему мы собрали большую по тем временам имейл-базу всего свадебного рынка нашей страны и спустя время отработали этот ресурс по полной. Кроме этого, имея опыт организации выставки, мы решили замахнуться не на маленький вип-формат в отеле, а на большой, но с лоском. Создав таким образом конкуренцию главной свадебной выставки в Украине, наша в украинском доме в самом центре Киева была весьма заметна. И это уже был серьезный вызов. Я хорошо помню, в Украине есть, в Киеве есть несколько выставочных комплексов и много лет проходила свадебная выставка на Левобережной. Она раньше была очень огромной, очень крутой. И тут представьте себе, что я решила открыть типа аналогичную выставку, только я сказала прямым текстом, что у вас там колхоз. и я что-то с ними поругалась даже, они меня не пустили на свою выставку, я им сказала, у вас тут колхоз, я создам свою выставку. И я арендовала украинский дом, придумала там все как-то по-другому, ну так мне казалось, и как бы там над стендами мы заморачивались, над всем, над шоу-программой. И я очень хорошо помню, как мне там буквально чуть ли не с угрозами звонили. Очень забавно это было. О нас заговорили все, и это страшно меня заводило. Но, как я уже говорила, в конце 2010-го в нашей семье кипели недетские страсти, отношения не выдержали всех сложностей и трещали по швам. Мы ругались, бросали друг друга в тяжелые предметы, ссорились и мирились. Я стала зациклена на детях, и в то же время понимала, что не хочу детей от мужчины, который их не хочет. Развод? Партнерство? Что? На помощь, как всегда, пришел отдых. Денег на Мальдивы, о которых я тогда мечтала, у нас не было. Точнее, мы постоянно выплачивали долги, и Сереже было стыдно ехать отдыхать в то время, когда мы должны были деньги другим людям. И все же я вновь победилась, и мы отправились в путешествие в Китай. По пути туда мы страшно ругались. Мы ругались так в аэропорту, что я думала, мы просто нас не пустят на борт самолета. Это просто был какой-то кошмар. Знаете, это было такое ощущение от двух людей, которые просто друг друга ненавидят. Мне казалось, что ненависть буквально сливается с нас двоих. Спустя несколько дней мы стали приходить в себя, много говорить, и внезапно я поняла, что, похоже, детей хочу не я одна. Я не стала акцентировать на этом внимание, но все же. С Китая мы вернулись наполненными и свежими. Наступил 2011 год, который принес мне первую дочь, но тогда мы еще об этом не знали. Мы просто хотели выбраться из ямы и пойти дальше. Вместе. 2011 стал моим настоящим прорывом. А теперь немного об интересных инсайтах, которые рождались во мне тогда и продолжают это делать. Номер один. Нельзя развиваться в чем-то одном в один промежуток времени. Точнее, можно, но это даст тебе возможность не деградировать. Вырасти шансов никаких. Объясню. За первые два года своего брака и бизнеса, а это, как вы помните, произошло одновременно, мне постоянно проходилось прокачивать свои навыки контент-маркетинга, продаж, упаковки, стратега. Кроме этого, изучать людей, их мысли, потребности, в целом, становиться психологом в некотором смысле. Ясное дело, что навык построения и развития межличностных отношений разных полов также стало предметом для моего изучения. Опережая вопрос, отвечаю. Я не изучала этого специально, скорее интуитивно. Просто постоянно задавала себе вопросы и искала на них ответы. Например, кто мой клиент, чего он хочет, что не приемлет, каким образом выбирает такие услуги, чего опасается, какую реально проблему хочет решить. Каким образом ищет нужные услуги, что первым делом ему важно знать при выборе, сколько времени он готов на это потратить, какое место занимают для него деньги, сколько он готов заплатить и почему, за сколько я смогу ему продать и почему у него должны быть основания платить мне больше. И еще сотни таких вопросов, отвечая на которые я строила свой бизнес и как организатора, и как тренера свадебного бизнеса. вопросы для создания нормальных отношений с моим супругом тоже плотно выстраивались в моей голове. Почему мы вместе? Что он нашел во мне и что я в нем? Достаточно ли этого, чтобы пережить непростые времена? Кем в наших отношениях я вижу себя и своего мужа? А как это видит он? Да-да, не стоит забывать о том, что для построения отношений нужно согласие и видение двух сторон. Необходимо было распределить зону ответственности. Кстати, очень важным моментом в нашей семье стало то, что когда я вслух заявила и осознала, что деньги приносят не мои действия, а наши, я просто публично, а Сергей нет. Но ни одна бы моя идея не смогла быть реализована без его огромной работы. Мы, кстати, по сей день разделяем мнение, что идеи без реализации ничего не стоят. И когда нам предлагают продать или подарить идею, смеемся. Так вот, в том же 2011 я полностью передала всю ответственность и распоряжение финансами Сергею. Не поверите, я банкоматом и картой научилась пользоваться год назад в 34. Я интуитивно знаю, какой суммой в какой момент времени могу распоряжаться. Еще один мой талант. Когда все финансы легли на Сергея, нам стало значительно проще общаться и фразы вроде «это заработало я» были удалены из моего лексикона навсегда. Абсолютно честно признаюсь, без Сергея я точно бы не справилась. Постепенное осознание и принятие таких моментов позволило нам начать строить крепкие отношения. Спустя три года после знакомства и пережив первую серьезную проверку, мы заложили первый кирпич для дальнейшего развития нашей семьи. И да, именно тогда мы осознали, что если бы все сложилось иначе и наш первый ребенок был бы рожден, скорее всего наши отношения не прошли бы испытания на прочность и наши пути разошлись. 2011 начался ярко. Мы придумали фотопроект со звездами, который опубликовали в известном глянце и устроили презентацию выставки в украинском доме в рамках нашей свадебной выставки. Это помогло нам подтянуть прессу и медийные лица. Все места были проданы, а посещаемость превысила несколько тысяч человек. На самой выставке мы не заработали, много денег тратили на важные вещи, которые качественно отличали бы нас от других выставок, зато неожиданно заработали на продаже билетов. Мелкие, на первый взгляд, чеки вдруг вылились в очень неплохую сумму. Кстати, именно тогда мы с Сергеем всерьез задумались о прелести большого количества мелких чеков, ведь наш бизнес выглядел совсем по-другому. Долгий цикл сделки, большой, но редкий чек и большие трудоресурсы. Эту мысль мы попросту отложили, прорастать в наши головы. Вообще, что такое свадьбы? Свадьбы, это какие бы бюджеты ни были, мы тогда брали 10% от бюджета с клиента и порядка 15-20% мы зарабатывали еще со стороны подрядчика. в общем, то есть порядка 30% от бюджета мы зарабатывали 20-30%. Но в чем минус был свадеб? В том, что, во-первых, мы не знали, какие клиенты к нам придут и сколько их придет. То есть, например, можно было заработать со свадьбы 70 тысяч долларов, а можно было заработать 3 тысячи долларов. И, естественно, что 3 тысячи мы зарабатывали чаще, чем 70. Вот. И это, конечно, было отвратно, потому что мы ничего не могли прогнозировать. Мы могли сидеть и знать, что, например, у нас сегодня вообще нет денег. А через 15 минут звонил клиент, и я понимала, что у меня теперь есть свадьба с бюджетом 150 тысяч долларов или с бюджетом 15 тысяч долларов. Со временем, конечно, я их стала фильтровать уже с пониманием того, какие минимальные бюджеты мы можем брать, но в то же время. То есть, это был такой момент очень... Ого, сколько вы тут накатали, я ничего не вижу. Это был очень непрогнозируемый момент. Деньги по-прежнему помогали нам держаться на плаву, инвестировать в рекламу, в новые проекты и выплачивать долги и затраты, которые, естественно, прирастали. Мы в то время набрали очень много долгов. В один из дней я проснулась со страшным ощущением. Сережа, я что-то как-то странно себя чувствую, сказала я. Ты беременна, радостно завопил муж. Я напряглась. Что, вот так сразу? Ну, как вы помните, мой муж не хотел детей. И тут чуть-чуть захотел. Пару раз. Вечером тест показал две полоски. Радость и ужас смешались во мне. Конечно, мне было страшно за наши с Сергеем отношения и за финансы тоже. Дело в том, что у меня всегда было представление, как именно дочка появится в моей жизни. Мальчика я даже никогда не рассматривала. Где я ее буду рожать? В какой машине возить? Какая у нее будет комната? В общем, полный список девичьих грез. И тут я выдохнула и сразу попросила прощения у вселенной. Супер. Я беременна. Это точно. Дочь не обсуждается. Так, машина у меня есть. До родов еще 8 месяцев, так что выплатить успею. Квартиру нужно менять. Это будет мала. Работать я могу и до родов, и потом тоже смогу. Разобравшись со сроком, я сразу позвонила в частную клинику, а рожать я собиралась только там и записалась на прием через неделю. После первого посещения стал вопрос заключения договора о ведении беременности. На тот момент это было около 3 тысяч долларов. Сами роды стоили дороже. Никогда не забуду, как я зашла в офис, открыла наш маленький сейф, достала все конверты с предоплатами и деньгами, которые там были. За свадьбы. Вывернула все на стол и получила ровно ту сумму, которая нужна была для заключения договора. Хватает. Улыбнулась я. Сережа подошел ко мне и сказал, ты сумасшедшая и самая удивительная женщина из всех, кого я знаю. Эту фразу он говорит мне с завидной регулярностью и добавил, прорвемся, жена. Через несколько недель УЗИ показала девочку. Что еще раз доказало, что данное обещание своему мужу в первый день нашего знакомства родить дочку я сдержала. После трех сыновей он был очень счастлив и узнает, что через несколько месяцев у него появится самая любимая женщина в мире наша Алиса. Пожалуй, именно осознание того, что совсем скоро в нашу жизнь придет она дало нам нереальный толчок и продвижение в бизнесе. Я никогда не знала, как именно смогу получить желаемое. Как правило, четкий план обычно терпит фиаско. Поэтому я просто предпочитаю держать цель в голове и действовать, интуитивно прислушиваясь и наблюдая за теми вариантами, которые подбрасывают жизнь. В начале весны 2011-го я понимала, что в ноябре стану мамой. А значит, мне предстояло решить несколько задач. Закрыть кредит по Лексусу, оставалось лет пять его платить, переехать в квартиру побольше, купить достаточное количество приданного, причем именно в тех магазинах, где я реально всегда мечтала их покупать. Никакого эконом-класса. Заработать народы еще около пяти тысяч долларов, отстроить работу и переложить ее на персонал, чтобы первую пару месяцев я могла не волноваться. Мне нужно было около ста тысяч долларов для решения кредитного вопроса и приданного Алисе. И еще приличное количество денег, чтобы переехать в новую квартиру, развивать бизнес и в принципе жить. Организация свадеб и школа свадебного бизнеса все, что было у меня из инструментов, которые я могла использовать. И я начала делать то, что умела и любила. Развивать свою мейл-рассылку, делать более интересным свой блог, привлекая тем самым все больше внимания к себе. Мы работали без выходных и графика, каждый раз задавая себе один вопрос, что мы еще можем сделать прямо сейчас. Находили ответы и делали. Ни одно действие само по себе не представляло особой ценности, а вот их совокупность. Однажды мне пришло письмо, где юноша писал о том, что хочет взять у меня интервью для своего сайта. Он приехал, и мы записали серию роликов. Стоит сказать, что я всегда обожала камеру. Я не просто чувствую себя комфортно, когда записываю видео. Я живу в кадре. Никогда, слышите, никогда я не записываю видео с репетициями или повторными дублями. Камера включается, и все, поехали. Это, кстати, абсолютная правда. Мало того, когда я сажусь записывать видео, чаще всего я не знаю тему, на которую я буду говорить. Это тоже правда. Когда мы получили эти видео, Сергей сказал, ну давай тоже загрузим их, поставишь на блог, дашь в рассылку. Тогда мы и понятия не имели, сколько людей узнают обо мне благодаря этим роликам. Я назначала и проводила тренинги. Количество желающих увеличилось, количество знаний, которые я давала, тоже. Я кайфовала, то и дело рассказывая те вещи, которые обычно не говорят. Все это было новым. Я создавала и несла в мир правила, как для лидера. Это были важные моменты для меня. Очень быстро ко мне стали приезжать из России, Казахстана, Беларуси. Группы становились по 10-12 человек. Тогда Сергей сказал, слушай, за тобой смотрят все, кто есть на рынке. Давай будем не только обучать организаторов, люди пишут и просят. Так в нашу жизнь вошли тренинги, вначале для ведущих, а потом флористический. Вела их не я, а мои партнеры. За этим я следила, выбирала и помогала им готовиться к курсу. Но собирала аудиторию именно я. Так появился еще один источник денег. То есть я начала выбирать классных ведущих, декораторов и так далее, и они под эгидой моей школы уже обучали. Ну и соответственно, мы делили деньги. Свадьбы пребывали, бюджеты росли. Я кайфовала, чувствуя себя нужной. Беременность протекала хорошо. Несмотря на то, что я волновалась и часто бегала к врачу, чтобы удостовериться, что все с моей Алисой хорошо. Я стала спать по несколько часов, часто покупая по ночам детскую кроватку, балдахинчик, комодики и прочие штуки. Вначале я выбирала, что именно хочу, а потом зарабатывала и все это выкупала. Это был очень прикольный момент, потому что я покупала исключительно дорогие вещи. И когда я Сереже однажды сказала, что я купила балдахин на кроватку за 500 баксов, он только разводил руками, но ничего не смел мне сказать. Настолько это для меня тогда было важно. В июле мы переехали в другую квартиру. Она была в два раза больше предыдущей и значительно выше уровня. Я медленно и уверенно двигалась вперед. А дальше произошел один из самых кайфовых моментов в жизни. Настал август. В любых ситуациях ответственность всегда остается на нас. Но только, какую бы историю в своей голове мы не нарисовали, жизнь всегда непредсказуема. В начале 26-й недели беременности мне сказали, что Алиса находится в тазовом предлежании, то есть сидит на попе, в то время, как должна лежать головой вниз. Но времени еще достаточно, перевернется. Чем больше становился срок, тем больше я волновалась, что этого не происходит. Хотя я делала все, что мне только советовали. Кувыркалась в бассейне, стояла в разных позах. Почему я не приняла эту ситуацию, я не знаю. Но тогда я сражалась, как могла. В результате отказалась от Кесарева и пошла рожать сама, чем повергла в шок клинику и своего врача. Эту историю я уже писала, так что не очень хочу повторяться. Алиса родилась попой. У нее была короткая пуповина, и она просто не могла перевернуться. Но жизнь подбросила ситуацию, которую никто не мог предвидеть, отслойку плаценты. На обычном языке это означает, что ребенок в процессе родов какое-то время не дышал. И вот количество этого времени и определяет, насколько серьезными могли быть последствия. К счастью, в нашем случае все случилось быстро, и мы пережили один день в реанимации. Все эти эмоции и картину маленькой Алисы под лампой я не забуду никогда, как и наши с Сергеем слезы, когда мы принесли ее в палату и отдали со словами. Все хорошо. Именно с рождением Элис во мне родилась женщина, и как это не невероятно звучит, Сережа родился, настоящий отец. Мне было страшно. Я хотела быть мамой, и в то же время, едва переступив порог дома, я мечтала о проектах. Благо в феврале нас ждала очередная выставка, а телефон разрывался от новых невест. На тот момент у меня было несколько главных целей. Осознать, что я мама, и научиться принадлежать другому человеку, вернуть свое тело, потому что я вообще избегала зеркала. Научиться работать с Алисой на руках. Это даже был не вопрос денег, этого требовала моя душа, но было одно маленькое но. После того, как я реально чуть не потеряла дочь, я не передавала ее на руки никому, кроме мужа. Я не хотела подпускать к ней никого, даже маму. Это была болезненная и нездоровая защита своего ребенка от всех. Спустя первую неделю мы с Алисой на руках, спустя первую неделю дома с Алисой на руках, я начала сходить с ума. Мне казалось, что мир остановился. Я отчаянно жаждала возвращения к активной жизни. Помню, как открывала ноутбук одной рукой и строчила рассылки, а другой держала Алису на груди. Через месяц я решила провести первый тренинг онлайн из дома. Это был один из моих первых опытов введения тренинга в онлайне. Я села напротив красивой стены дома и начала вещать. Алиса не хотела делиться мамой, и Сережа, укачивая ее в коляске, наматывал круги вокруг дома. Я делала перерывы, они приходили домой, Алиса жадно впивалась в грудь и затем повторялось то же самое. Нам по-прежнему нужны были деньги, и мы зарабатывали их всеми возможными способами. С каждым месяцем становилось легче. Я привыкала к новой жизни. Никакой няни или домработницу у нас не было. Мы были вдвоем. Спустя пару месяцев я наконец-то стала активней привлекать маму. С Сережей наши отношения были хорошими, но периодически мы срывались друг на друга из-за усталости, запуская друг в друга тяжелые предметы. Честно говоря, я любительница огонька, так что такие вещи скорее добавляли остроты нашим отношениям. И все же в 2012 году я впервые начала задумываться о том, что как-то не хочу заниматься свадьбами сама, а точнее я приняла решение закрыть агентство. Алисе исполнилось два месяца, когда я взяла одну из свадеб в той самой весовой категории Супер ВИП. Папа – бывший министр, мама – настоящая жена министр. Он и она – дети настоящей министерской семьи. Я хотела быть идеальным организатором, поэтому приезжала на встречи в любое удобное время и место, даже в 23.00. На звонки я тоже отвечала круглосуточно. Наши встречи часто продолжались более 3-4 часов. Маме было скучно, и она могла долго обсуждать одно и то же. Все бы ничего, но Алиса – полностью грудной ребенок, и ей тогда было 2-3-4 месяца. Сергей ездил на такие встречи со мной и оставался с Алисой в машине. Помню, что зима была очень холодной, и длинные прогулки не получались. А я то и дело бегала ее кормить в машину и не находила в себе сил сказать клиентам, что это издевательство, а не подготовка к свадьбе. Я вложила в этот проект много сил и пережила много стресса. Так клиент угрожал моим флористам, которые отказывались давать 50% скидки на оформление, и пригрозил, что закроют их компанию. В целом веселья хватало. Конечно, я приобретала шикарный опыт, но в то же время я была молодой кормящей мамой, у которой и без того хватало стрессовых ситуаций. Наступил день свадьбы. Алиса приехала на площадку с моей мамой и расположилась в офисном домике. Это было достаточно далеко от свадебной площадки, поэтому прибегать часто и быстро у меня не получалось. Время невести я в этот день посвящала значительно больше, чем 7-месячному ребенку. В конце вечера, когда свадьба подходила к завершению, я чувствовала себя так, словно мной полгода мыли полы. Я подошла к невесте и спросила, «Тебе понравилось?» Ну что, в ответ услышала, «Ну, такое». Как это было сказано 20-летней девочкой? Не могу передать словами, что именно я испытала в тот момент, но меня просто разорвало на маленькие клочки. Я что из силы побежала к своему ребенку, не видя дороги из-за слез, которые просто лились из моих глаз. Алиса с мамой спали в кресле в офисе, свернувшись калачиком. Никогда больше мне не было так стыдно перед моей дочкой и так плохо. После этого я приняла решение провести оставшиеся свадьбы и уйти из бизнеса. Это было серьезное состояние упадка и разочарование. Но, как всегда, на страдания тупо не было времени, так как уже ровно через неделю я делала свадьбу потрясающей девушке Диане. Она этого не знает. Но тогда она вдохнула в меня жизнь своей любовью и благодарностями, которыми буквально засыпала меня после свадьбы. Это была компенсация. Конечно, спустя время я провела анализ и совсем по-другому посмотрела на ситуацию, которую тогда пережила. Во-первых, никто не просил меня столь жертвенно относиться к проекту. Это был мой выбор. Во-вторых, не устанавливая правил и границ с людьми, глупо ожидать, что они будут вести себя так, как ты считаешь правильным. Каждый человек эгоист, а каждый состоятельный человек будет прогибать тебя ровно настолько, насколько ты позволишь. Не можешь жить по таким правилам? Не лезь на вершину и сиди внизу. Вывод. Не позволяй садиться на голову или пеняй на себя. Это я сама загнала себя в то состояние и зачем-то ждала благодарности. А мне ведь платили деньги за работу. И то, что мне хотелось благодарности, это попросту мое желание. Знаете, со временем я научилась отделять эмоции от работы. Нет, это не значит, что я перестала относиться к своим клиентам по-человечески. Скорее наоборот. Я стала сама выбирать, с кем работать. Мне очень важно видеть, кто ко мне пришел и насколько он доверяет мне. С годами агентство заработало имя, портфолио. И в какой-то момент я поняла, что отныне свадьбы станут моим удовольствием и приятным подарком, нежели работой. Но это произошло позже. А пока мне нужно было остыть и подумать, как превратить эту работу в бизнес. У нас осталось с вами 10 минут. Давайте поговорим. Продолжим. А то мы так можем на ночку. На ночку перейти. Интересно вам? Так, у меня тут. Может быть, у вас есть какие-то вопросы по этой ситуации, по всему происходящему. Я, кстати, почему-то не увидела, я, наверное, так увлеченно читала, что кредит мы закрыли в августе месяце. То есть Алису я родила в ноябре. Узнала я о ней в феврале. А именно в этот 2011 год мы закрыли кредит машины. Заработать удалось. Как-то пошла и школа, пошли и свадьбы. У меня был август. У меня было, по-моему, порядка 7 свадеб в августе. Достаточно дорогих. И я пришла в банк. А меня очень сильно напрягало, что мне звонили все время из банка. А когда у тебя кредитная машина, нам периодически звонят и говорят, «Здравствуйте, мы придем посмотреть на наш автомобиль». И тебе хочется их убить, потому что это твой автомобиль. Вот. Они там его фотографируют и так далее. Я помню, когда я пришла с кэшем, у меня было порядка, по-моему, 50 тысяч долларов. Я там платила, как бы гонорары получала какие-то, уже носила крупными суммами, не по 1700-1800 долларов, которые должна была платить. И я помню, что какое-то, по-моему, может быть, 47 тысяч. Вот такое было единоразовое погашение, конечно. Я до сих пор, когда нахожусь возле этого банка, уже этого банка там нету, но это находится в Киеве возле театра оперного в Леонардо центре бизнес. Я когда там нахожусь, это ощущение, конечно, очень такое запоминаемое. Вот. И тогда этот момент очень круто произошел. И вообще, как бы, вы послушаете про второго ребенка, когда я забеременела, но первый мой скачок именно был с беременностью Алисы. Вот. Потому что когда ты понимаешь, что жизнь перестает откладываться на потом, и что уже все, уже сейчас, знаете, как когда-нибудь я рожу, когда-нибудь, а тут все, ты уже беременный, ты уже не когда-нибудь, ты уже родишь там через 8, через 7 месяцев. Вот меня это очень сильно подкрутило. Важно понимать, вы говорите, как выбросить что-либо из головы. Важно понимать, что неважно, сколько других людей есть в этой вселенной, неважно, сколько там есть конкурентов, это вообще не имеет никакого значения. Важно, что есть вы, и вы хотите реализоваться в чем-либо, и вы хотите стать в чем-то лучшем. Все. Не стоит думать о других. Всегда проблема наша в том, что мы фокусируемся и продолжаем фокусироваться на других. Мы все время переживаем, что они подумают, что скажут. Вот меня унизили, видите, я эту историю даже в книгу добавила. Меня унизили, вот они заставили меня забить на своего ребенка и уделять внимание. Никто вас ничего не заставляет, и ваши конкуренты вас не заставляют. Им вообще нету до вас никакого дела. Смиритесь с тем, что миру на вас наплевать. Всем людям в мире на вас наплевать. Это вы паритесь, это вы ищите, что люди хотят вас унизить. Люди просто живут, так как им нравится. А вы себе что-то придумываете. Поэтому я вам и говорю, приходите и создавайте свою жизнь. Почему я сейчас занимаюсь рерайтером жизни? Потому что рерайтер жизни – это фокусировка на собственной жизни. Это когда ты перестаешь думать о том, как что-то будет, как кто-то для тебя сделает. Ты начинаешь думать о себе эгоистично. Не о том, как удовлетворить своего мужа или своих детей, или весь мир, а о том, кем ты хочешь быть, о том, как ты ведешь свою жизнь, о том, с кем ты ее хочешь прожить, как ты ее хочешь прожить, на какой постели спать, где тусить, как гулять. Так, алло, вернись, пожалуйста. Вот, вернулся интернет, заглючил. Об этом жизнь наша, понимаете? Поэтому рерайтер жизни, мой марафон, построен на себе, на себе любимом, на все время учит, что эгоистам быть плохо. Неправда. Если ты не можешь сделать счастливым себя, определиться с тем, где твой уровень счастья, в чем твой кайф, что ты хочешь сегодня, ты не можешь никого делать счастливым, потому что ты постоянная жертва, ты все время терпишь, не надо быть жертвой. Станьте счастливыми, и ваши близкие от этого только выиграют. Напишите свою собственную историю. Если сегодня в вашей жизни что-то не так, это не означает, что вы не можете этого изменить. Как минимум начать с бумаги, как минимум с того, чтобы посмотреть альтернативу своей жизни. Вот когда мы сейчас на рерайтере жизни пишем свою книгу о своей жизни, мы пишем альтернативу той жизни, которая у нас есть. Мы придумываем, а какой вариант мог бы быть другой. Помните, как в фильмах бывает, когда показывают, есть такой вариант, а есть такой вариант, а можно проснуться утром и прожить день по-другому. Так и с жизнью. Если вы боитесь менять сразу, сделайте альтернативу, посмотрите на это в корне, в целом, потому что мы в рерайтере пишем полную жизнь, описываем все моменты, чтобы мы целостно на нее взглянули. Может, она вам не понравится, может быть, вы скажете, блин, у меня офигенская жизнь. Но тогда вы перестанете быть жертвой, тогда вы поймете, да, мне это нравится, я хочу быть. Я, например, много лет, вот в книге об этом будет, много лет считала, что у меня ужасная жизнь, потому что я все время служу людям. Что если я не выхожу в эфиры, если я не выступаю, что если я не пишу, это никакой не бизнес, люди сразу же перестают у меня покупать, перестают у меня интересоваться. И я мечтала создать бизнесы, где меня не будет, чтобы я была свободной. А когда я попробовала это сделать, я поняла, что это самое большое несчастье для меня. Я поняла, что я не хочу бизнесов, где будут другие люди, а не я. Я поняла, что общение с моей аудиторией, возможность делиться своим опытом, это и есть моя жизнь. Это было призрачно, навязано тренингами, навязано еще кем-то, типа как прикольно отстроить, масштабировать, моделировать бизнес-модель. Да я не хочу никаких бизнес-моделей, мне нравится. Я не хочу оставлять своим детям богатое наследство в виде бизнеса. Пусть мои дети проживают свою жизнь, делают все, что они хотят. Вот в чем ценность и важность для меня. Может быть для вас она другая. Это не значит, что мы все одинаковые. У нас все время все стремятся нам навязать, как правильно. Знаете, как в моем шоу «Супер Жинка». Вот надо быть мамкой. Не-не, надо херачить на работе. Не-не, надо сосать все время своему мужику и сексом с ним заниматься. Тогда нету правильных моделей. У каждого своя. У каждого своя. И вы должны это понимать. Вот когда мы к этому приходим, может быть это с возрастом приходит, я не знаю. Вот ко мне начало больше с возрастом приходить. Но опять-таки, может как-то это по-другому. Но это нужно понимать. И вначале мы обязаны надеть маску на себя. Сначала мы должны понять, чего мы хотим, какая наша жизнь, в чем для нас счастье. И когда мы с этим начинаем разбираться, как-то вокруг все. Да, часто меняются мужья, меняется окружение, дохерища всего меняется, но какая разница? Неужели для нас важнее сохранить мир вокруг себя, нежели ощущать себя счастливым человеком и понимать, кто ты и что ты. Я очень долго со всем этим копалась, тем, чем я хочу заниматься, как я хочу зарабатывать, что я вообще хочу делать, кем я хочу быть. Это важно. Это и есть счастье. Когда ты это понимаешь, тогда все эти карантины и прочая хрень не имеют отношения. Карантины, болезни и все эти истории даются только для того, чтобы мы что-то начали осмыслять, чтобы мы что-то начали глубже себе задавать. Сейчас отвратное время. Большинство людей, которых я издалека наблюдаю, счастливы, счастливы, что можно сидеть, ничего не делать, кое-кому даже платят небольшие деньги, зарплаты и все. Людям нравится жить в состоянии пенсии, знаете, что типа, о, класс, но это не мой выбор, я не хочу так жить, поэтому я заставляю себя, не заставляю себя, я заставляю вас просыпаться, мне нравится будить всех вокруг, мне нравится говорить, ну, ребята, ну, обратите внимание, блин, ну, задумайтесь об этом, ну, ну, ничего классного нету в том, чтобы деградировать, в том, чтобы ничего не делать, ну, найдите свое, не бойтесь что-то поменять, не надо, жизнь это не страдание, ну, точно нет, точно нет. так, что с проектом YouTube случилось, почему отказались от участников, потому что я оказалась интереснее своей аудитории, чем участников, сколько у вас еще есть книг, у меня всего написано 12 книг, но они все там, вы можете зайти ко мне на сайт, поискать, у меня есть сайт, вот, эта книга зажигалка, это моя именно автобиографичная книга, я ее вот написала, 35 мне исполнялось, я ее написала, это два года назад получается, вот ей будет два года, вот, в ней как бы уже описан такой мой путь, история до какого-то момента, ну, наверное, когда с вами дочитаем до того момента, до 35, вам захочется узнать, что было дальше, может быть, я вам об этом расскажу, мы с вами завтра, ребят, я точно уточню время, в которое мы будем читать, потому что у меня завтра выступление на какой-то онлайн конференции, денежной, я не знаю, просто время, вечером это будет, и еще утром у меня два эфира, я такая типа деловая очень, ну, просто так совпало, я никому не отказываю сейчас, потому что нужно, нужно, и мне нравится, честно говоря, поэтому я время вам точно скажу, во сколько завтра будет чтение, возможно, это будет в 9, вот, так, сегодня получила ваши книги, так, я очень рада, тоже не обращайтесь так на ту дурочку супержинки, так, не знаю, о чем вы говорите, не знаю, о чем вы говорите, так, у нас 3 минуты, значит, ребят, 3 минуты, я буду вам об этом говорить, не обижайтесь, потому что это реально круто, 1 мая стартует у меня новый поток, второй, моего марафона, который называется Рерайтер жизни, суть простая, мы с вами в течение 30 дней пишем историю своей жизни, по сути, книжку, я даю подробные инструкции, как это делать, 1 раз в 2 дня вы получаете задание, и мы через день с вами медитируем и визуализируем, наша задача научиться визуализировать то, что мы себе придумаем, и наша задача, сейчас мы уже так начали делать с медитациями, увидеть на уровне своего подсознания, а что у нас вообще по этому или по этому, потому что мы описываем абсолютно всю свою жизнь, ссылочки у меня есть в сторизах, в профиле, пожалуйста, посмотрите, я вас очень всех приглашаю и жду, потому что это увлекательно и круто, помните о том, что перед тем, как что-либо рождается в реальности, оно изначально рождается в голове, и свою жизнь можно и нужно менять, это уже научно доказано, что наши мысли, они материализуются, и если сегодня в вашей жизни что-то не так, то только потому, что вы не нашли в себе либо времени, либо смелости, либо людей, с которыми бы вы могли немножко иначе взглянуть на жизнь, и хотя бы подумать для начала о том, а какую бы жизнь вы хотели видеть, куда бы вы хотели идти, помните, что для того, чтобы дойти до какой-то точки, нам необходимо понять, где наша эта точка, где, куда мы хотим, выходить и просто следовать, как повезет, ну, мне не очень нравится этот подход, поэтому спасибо всем большое еще раз за то, что вы сегодня послушали нас голову, жду вас завтра, время уточню еще раз, вот, ну и, собственно, ждем, ждем, всем хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok